Надо как-то остановить эту войну, вот, потому я и звоню всем. Какое ваше мнение о войне в Украине? А кто это звонит? Ну это просто гражданин из Литвы. Хотел услышать, услышать. Луи, давай до свидания. То, что русских людей делают изгоем, быдлом, то, что весь мир нас, простых людей, начинает ненавидеть, я с этим тоже не согласна. Я ничего никому не делаю, мои родственники, мои друзья. Нас просто весь мир без причины ненавидит. И мы не можем отвечать за действия одного президента нашего. Может, вы могли там на улице выходить и как-то... Нам почки отобьют, посадят в автозаки и оштрафуют. Один в поле не воин. Надо как-то остановить эту войну, вот, потому я и звоню всем по русскому номерам. У нас запрещено называть то, что вы называете, вот этим словом запрещено называть. Нам светит северная корея. Мы ничего хорошего вообще не ждем. Почему все беженцы бегут в Польшу или, ну, вообще на запад, а не в Россию? Ну, если Россия освобождается украинцев от националистов. С украинской стороны там настолько уже промыты мозги, что уже родственники украинские со своими родственниками, живущими в России, они становятся злейшими врагами. Я против войны, но за войсковую операцию. Субтитры создавал DimaTorzok 80, может, даже 90 процентов жителей России получают информацию только из государственных источников. Это значит, что они просто есть мишень пропаганды для Путина. И Call Russia может стать платформой, из которой люди могли бы узнать, что есть и другое мнение. Когда вы пришли в магазин и на русском языке спрашиваете кусок хлеба, а стоят два националиста, хватают вас за волосы, начинают вас издевать, потому что вы попросили это не на латышском, не на литовском, не на английском, а на русском языке. Ну, я говорю по-литовски, по-русски, по-английски, так у меня нет никаких проблем. Я вот, например, имею много друзей там в Украине, ну, я с ним общаюсь по-русски. Вы когда-нибудь с националистами общались, встречались. Зенитки между датами и детскими садами начинают обстреливать, допустим, регулярные какие-то войска. Откуда вы это знаете, что вот так и было? Смотрю по телевизору, телевизор смотрю. Русские пацаны гибнут. Это стоит этой войны? Это, конечно, очень плохо. Некуда деваться, потому что если бы мы не сделали первый шаг, то напали бы, наверное, на нас. А что вам мешало этим людям дать жизнь свободно? Убрать оттуда войска и пусть они живут как хотят. Зачем вы 8 лет убивали? Вначале вы могли бы сделать конфедерацию. Дайте им русский язык. Я не имею ничего против русских людей, но граждане Российской Федерации, они, ну, ответственные, коллективные ответственные за то, что там происходит. Они выбирали Путина. Если они против войны, они должны что-то делать, давить Путина, делать какие-то, ну, там, выйти на улицу. Ты вот еще вчера мог разговаривать на русском там между собой, в автобусе, в троллейбусе, и все было ок. А сейчас ты уже как-то настораживаешься, потому что, ну, тебе вот надо как-то объяснять. Но это же понятно, что те же самые дети из Украины, они будут и русскоязычные. Субтитры создавал DimaTorzok